мучу друганы все как всегда я в ночи ковыряю клавиатуру от вектора вот у меня герконовая клавиатура сейчас передо мной я снимаю вот эти колпачки вот старый очень аккуратно потому что я боюсь портопластик хрупкий достаточно ответить и вот эти верхние части с гирку с магнитами они застревают иногда в кнопках приходится их доставать мы по большому счету все придется достать аккуратно и убрать потому что я не буду все мыть вот здесь в принципе устройство очень простое сам гиркон стоит вот он стекляшечка и здесь стоит магнит который к нему собственно прикасается и фишка гиркона то что он замыкается этим образом без дребезга кнопки вот в устройстве ничего нету сложного устройство достаточно простое и даже с куча старых кнопок от есок от разных они вот именно строились на гирконах я помню даже для своего спектру который просто если собирал вот мне было переделанная точнее переделанная сделана из кнопок отъездки терминала здоровенного клавиатура я надрал кнопок сделал себе клавиатуру для спектру вот ну по сути сами видите какое состояние грязище там полно в этих кнопках вот вообще салом аж лежит вот все это будет помыто почищена высушена и колпачки я поставлены на свои вот от своей клавиатуры ну как который меня белый корпусом так далее ну в общем чтобы вы понимали этот процесс это гораздо гораздо легче чем так клавиатура с фольгу разбирается здесь все гораздо проще подковыривается то что застревает достается относительно легко главное не делать резких движений и не ломать пластик это будет очень чревато для такой техники ну в общем вот таким образом все это будет восстанавливаться хвост простецкий такой же как там припаиваться один к одному ничего здесь нету никаких изысков и и видите в отличие от только я тоже никакой обвязки нету только два светодиода питание и русла и все здесь тоже ничего нету вот мы теперь готовим вторую клавиатуру и демонтируем с ней все кнопки кстати они в отличие от гирконы вообще на ура снимаются я даже на ютубе видео ролик идет чувак с трех сантиметров ранил к компьютер на стол мне все кнопки повлетали это видимо вот про нее было потому что тут они вообще ни хрена не держится просто вылетает надеюсь они на гирконы будут держаться хорошо кстати механизм их совершенно другой и плата устроена по другому вот уже помытая гирконовая вся готова я суда на пшику силикона все дела поставках соберу чтобы она приятно нажималась вот но посмотрите вот номер номерация 124 она здесь снизу то есть эта клавиатура стоит вот так вот благо до посадочные места отверстие совпадают видите как хорошо то есть мы просто скидываем эту клавиатуру и накидываем вот эту красота смотрите как здесь и жила но все супер так что вот так я не буду этот весь нудный процесс снимать и давание клавиатуры и одевание кнопочки сейчас когда вот это будет собирать покажу что там дальше кстати вот эта пищалочка не работала из-за того что сгорел этот транзистор от и 315 b вот я тут купил они уже правда зеленого цвета они вполне себе продаются в магазине сейчас вот я тоже заменю кстати вот этот кабель он мне кажется гораздо плотнее и надежнее нежели вот которыми шел геркона потоньше напоминает от дисковода кабель от хлопа и при этом у меня уже видеть половина проводов здесь вообще отвалилась и на соплях я думаю я его не буду оставлять выкинула перепаяю вот так что сейчас я начну весь этот процесс отпайки и очистки отверстий оба отсоса так ну и вот я запаял но вы уже вас точнее выпаял старый поставил транзистор на пищалку сейчас мы запаяем быстренько все транзистор у нас на месте может радовать нас пронзительным писком из динамика я надеюсь будет вот видите отпаяли вот эти москуты теперь мы уберем плату приступим к подготовке в этих отверстий которые у нас забиты забиты проводами и прочих план да вообще не получается не уран потому что застрявшие повода это реальный просто сбор так прям вот сборка кнопок у нас стоит вот эти кучи магнитиков вот тут у меня шайбочки и пружинки от кнопочек так что наверно будем класть в шайбочку просто чтобы не скрипела пружина по пластику ставится вот эта шайбочка пластиковая надевается вот эту кореновина надевается пружинка надевается пружинка на центр кнопки вот и сверху надевается магнит которому уже крепится кнопочка вот так так вот кнопка полностью открыта мы уже наденем кладбишу соответственно кнопка полностью открыта сейчас я все это соберу запрыскаю силиконом и надену колпачки посмотрим что получится и и Продолжение следует... Так, ну вот, я вообще все собрал. У меня потерялась одна вот эта кнопочка, оказалось, что она застряла. В старой я тут в панике был. Вот, и не было одной пружинки у меня. Я воспользовался, знаете, чем? Я ручку взял обыкновенную, шариковую. От нее пружинку, кнопка до конца, конечно, не нажимается, очень тугая стала. Вот, но тем не менее, вот она работает. Я тестером проверил. Вот, в принципе, она не особо востребована. Там какая-то палка наклонная с знаком вопроса. Вот, так что пускай будет так пока. Пока не придумаем другую альтернативу или не найдем более подходящую кружинку. Вот, так что, вот, ребят, все нормально. Вот, теперь осталось что взять еще. Надо смазать все силиконом. Я вот попробовал, часть кнопочек намазал, у меня кончился баллончик. Вот, сейчас остальные. Вот такую купил хреновину на заправке. Сейчас мы их запшикаем быстро. И все, и будет нам счастье. Все, супер. Сейчас это все высохнет. И будет просто супер кнопочки. Я, конечно, тут весь стол подзасрал, но и тем не менее. Прелесть этой смазки в том, что она высыхает очень быстро. То есть, там какая-то жидкость, на ней там, не знаю, и типа метана, газа. И, в общем, эта жидкость испаряется. Остается только силикон, который там поседает на всем. Вот, собственно, и все. Поэтому не смотрите, что это все было так некрасиво. Все это будет работать совершенно отлично. Вот, и будем надевать теперь кнопочки наши красивые. Вот, буква Э. Странно. Кстати, я вам сразу скажу, что кнопки тут вообще находятся не там, где они должны, ну, как бы, логически находиться. А находятся они вообще непонятно где. Вот. Но, ребята, клавиатура гентоновая просто, просто кайф. По сравнению с тем, что было, это вообще небо и, блин, земля. Я, ЧСМ. Так что, один, два, три, четыре, пять, шесть. АР-2, это, кстати, кнопка АЛЬТ, которую мы знаем отлично. Альтернативный регистр 2. Кстати, некоторые различия все равно есть между клавиатурами герконовой. Вот этой, герконовой, вот этой, герконовой. Вот, например, вот у герконовой, вот эта штука, она здесь уже и на герконовой не становится. У герконовой вот это нижнее основание оно шире. Вот, и пробел пришлось ставить все-таки с родной герконовской. Также вот эти все служебные кнопки. ВК, это кнопка Enter, возврат каретки. Ну вот, они не подходят по причине, вот какой, смотрите. Вот, они вроде бы сверху в размер в один, но посадочные места у них разные. Идите. То есть, я не могу эту кнопку сюда поставить, она просто не влезет. Так что у меня будет трехцветная, блин, клавиатура. Вот, ну, а что делать? Вот, ладно, пойду вот эти кнопочки отмою от грязи, поставлю сюда. Наверное, будет смотреться прикольно. Сейчас посмотрим. В общем, вот так вот начал выглядеть наш вектор чудесный, уже с дирконовой клавиатурой. Тут еще оба светодиода были сгоревшие, я их поменял на новые. Вот этот желтенький проводочек, это ничто иное, как уже я позаботился о том, чтобы подать на комбодевайсе 12 вольт. Потому что, если их не подать, VG93 контроллер, дисковод тупо сгорит. На нее подается 5 и 12 вольт. Если одно из напряжений не подать, она тут же выгорает, а микросхема редкая. Поэтому, на всякий случай, чтобы не забыть, я решил сразу. Вот, по поводу пищалки. Да, я заменил транзистор, но, как оказалось, пищалка тоже сгорела. Со временем я из какого-то старого модема нашел. PCI-ного выковырнул пищалку и поставил его к себе. Вот, и теперь он вполне себе у нас пищит. В общем, вот такие прекрасные звуки издаются. Тем не менее, чтобы все это дело протестировать, вот у меня здесь загружен тест. Вот. Сейчас. Вот. И, соответственно, есть тест клавиатуры. Мы можем ее запустить и спокойно проверять. Вот все кнопочки. У нас, видите, значения считываются. Вот. И работают. Единственная одна кнопка, приходится с трудом нажимать, где пружинка потеряна. И от ручки пружинку вставил. Она очень жестковатая. Но я что-нибудь придумаю. Вот. А так, пожалуйста, все кнопки работают. Все отлично. Тактильные очень мягкие. И вообще не сравнить ни с какой клавиатурой вот этой емкостной. Вот. Единственное, при включении вектор стал гудеть. Но это фигня. Это, по-моему, все, кто так, вектор с гиппоновой клавиатуры. Просто компьютер сбрасывается и включается. Вот. Поэтому никаких проблем нет. Весь комп работает отлично. Вот. И я очень доволен. Потому что, в принципе, можно приступать к следующей большой задаче. Это к задаче побеждения синхронизации. Потому что, видите, картинка вся дергается, плывет. И так далее. Вся какая-то калечная. Вот. Нужно победить синхронизацию. Нужно победить инвертирование цветов. Вот. И здесь все будет сложнее. Потому что это нужно будет делать вот такую вот работу. По доработкам. Нужно будет ставить элемент логический 3. Не или, по-моему, да. Это собранный на АЛА-3. Вот на такой вот микросхемке. Не знаю. Не видно будет. Ну, это еще советская микросхема. КА-155ЛА-3. Она там вставляется в схему. Плюс еще там можно либо порезать вот здесь вот дорожки. Сделать. Отключить инвертирование, которое здесь реализовано. Либо допаять еще один инвертор на транзисторах. В принципе, я подумаю, как лучше. Там почитаю, покурю пока форумы. Вот. Ну и, соответственно, по вот этим всем делам я вам... Ну и по этим всем делам я вам все расскажу и покажу. Вот. Надеюсь, вам все это будет дело интересно. Вот. Оставайтесь на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все. До новых встреч. Не-не-не, ребят. Погодите. Какой пока? В общем, я не выдержал. В общем, решил все-таки сделать синхронизацию. Сейчас я вам покажу, что я тут наделал. В общем, действительно, там серьезная работа. В общем, вот такая вот схема. Ее Вячеслав Славинский разработал. Вот. Это, собственно, ее автор. Но не смотрите там на страшное, да? Кто специалист поймет, что здесь сделано. Здесь улучшена работа с синхроимпульсами. Вот. На салаграмах видно, что поменялось, что было и что стало. Вот. Добавляется элемент микросхемы на старой отечественной К-155-ЛА-3. Это четыре логических элемента, два и не. Вот. Видно, что они там соединены. Вот. И также я подумал, что решил, что схема инвертора, которая будет появляться на транзисторах, на аналогах, она не совсем элегантна. Вот. И на самом деле векторе, ну, не вдаваясь в подробности, выходит картинка инвертированная, идет на выход RGB. И плюс еще с одной микросхемы она опять инвертируется и уже в нормальном виде, но смешивается, идет на синхросмесь. Вот. Видео сигнала. Вот. Если мы возьмем и выход RGB, перепаяем на выход второй микросхемы, которая инвертирует, мы, собственно, получим нормальный уже инвертированный сигнал. Вот. Если вы видите, вот с правой стороны этой схемы, ну, вот эти вот куча линий страшных, это и есть переброска этих резисторов. Я сейчас покажу, как она выглядит. На самом деле ничего страшного нет, там все рядом. Ну, плюс еще добавляется там диодик, вот, он усиливает там синхроимпульс, вот, и еще уменьшается емкость трех сопротивлений, вот, чтобы там, как бы, картинку сделать поярче. Но мне на самом деле это не понравилось, как выглядит, я это дело отменил. Ну, это вот вкратце то, что здесь нарисовано на схеме. Вот. И еще один человек, там, Андрей Сур, я не знаю, к сожалению, как его зовут на форуме, у него был отличный. Мануал, я, кстати, дам эти ссылки на эти материалы, чтобы и кто-то захочет, если именно резерв, все это работает, там, ну, элементарно все расписано. Нужно быть достаточно аккуратным, все дружить с паяльником, все у вас получится. Итак, смотрите. Давайте мы начнем с, наверное, с задней части вектора, потому что все основные доработки именно там. Значит, вот, собственно, вот это вот уже. Вот эта вот часть, это то, что уже было с завода, видите, вот с этими пятнами лака. Это заводские доработки, они что-то исправляли, сюда микруху припаяли. А вот, собственно, припаяна кверху ногами 155L3, вот, а от нее идут уже перемычки, вот, различные по местам платы. Вот, ну, в общем, да, монтаж такой своеобразный, но при этом с наружной стороны, вот, ничего нету. И вот здесь вот микросхема располагается, она не попадает на ножку и не мешает нормальной установке. Вот, но нужно иметь в виду, вот, если я поднесу поближе к камере. Вот, нужно собирать очень внимательно, потому что не касаться, не должны выводов касаться нижней микросхемы, выводы 155-й микросхемы. Вот, я специально сюда термопленки понаклеил, чтобы, не дай бог, там, если что-то сильнее прижмется, чтобы не замкнуло. Ну, вот, и вот так вот все это собирается. Вот, помимо всего прочего, делаются два разреза. Вот, дорожка перелезается вот здесь и с другой стороны. С другой стороны перелезается еще одна дорожка, если я не ошибаюсь, вот тут. Вот, это все вот по той ссылке, если пройдете, там в мануал очень хорошо все видно. Вот, вот этот проводок, который активирует 5 вольт на Аскарте, его на самом деле он временный, я его потом уберу. Вот, мне народ сказал, что можно вот с разъема ПУ забирать, здесь есть 5 вольт и спокойно отсюда один проводочек, я думаю, взять просто вот из Ардуино с одним кином, его туда втыкать и все. Вот, теперь касательно, смотрите, теперь касательно вот этих танцующих резисторов, я сейчас попробую приблизить это с крупным планом. Вот, собственно, видите, вот эти резисторы, они были выпаяны со своих мест и перепаяны на новые. Где-то дорожками я их паял, где-то дорожками, но вот таким вот образом здесь такие танцы. Что-то сюда перекинуто, вот, и поэтому вот получилось вот так, как получилось, но зато работает. Дополнительно сюда припаян еще один конденсатор электролитический. Вот, вот вторым этажом я здесь делал резисторы, чтобы уменьшить в два раза их сопротивление. Вот, ну, они у меня висят в воздухе, я их пока убрал, но ничего не решил. Вот, и хотел еще показать один момент, вектор, когда я подключил кинг-дирконовую плавиатуру, это болезнь всех векторов, они начинают при первом включении гудить, у них не идет, не проходит сигнал с РЭСа-то на процессор, процессор, и, соответственно, начинается загрузка данных СПЗУ. Вот, есть такая схема, называется она анти-гудок, вот, она заключается в следующем. Вот такая вот доработка, вот она, она здесь реализована, к сожалению, пленку уже заклеил, в общем, смысл, что вот на этой микросхеме, это у нас 155 ТМ2, вот, я заклеил, чтобы не породнул с клавиатурой. ТМ2 ставится перемычком между первой ногой и 13-й, смыкается, и к этой перемычке припаивается на общий провод через электрический конденсатор, я здесь взял 4 микрофарада, 10 вольт, припаивается сюда, к анде, и с плюс 5 вольт через сопротивление 4,7 кОм, тоже так же бросается, это позволяет при включении автоматически, делает рессов на комп, и вот этот блок пропадает, комп сразу же запускается. Вот, ну все, как я говорил, этот проводочек я кинул на 12 вольт на компо-девайс, подает на четвертую новую, она не задействована, вот, и, в принципе, все, вот сейчас у нас вектор работает, отлично, с теликом, вот, ну и, в общем, как бы в своем режиме, единственное, тебе, что не хватает, то, что я буду делать следующим этапом, вот, это, это уже замена ПЗУ на более емкую, так я думаю, уже в следующем видео я покажу, потому что я уже буду подключать, по-моему, к девайс, будем подключать, смотреть, как вы тестируете там с мастерацом, вот, пока без флопов, там, попробуем, ну, это я уже забегаю вперед, пока я предлагаю все-таки, хочу вам похвастаться результатами этих трудов всех, вот, и посмотрите, как это все работает, теперь выглядит на телевизоре Роллтон, то есть Роллсон, вот, вот так вот, видите, все собирается, причем на клавиатуре, как ни странно, вот этот светодиод отвалился, а вот этот сгорел, и я поставил новый, вот, и, ну, ничего не красным светит, сделал, решил один зеленый, получилось, в принципе, симпатично, и мне, в общем, нравится, в общем, такая схема, пока все это не прикручено, пока это все такой колхозный, полухолхозный вариант, ну, вот, давайте я вам его включу, и вы зацените, в общем, что у меня получилось, и я вам покажу все-таки эту Йети, и как она вот должна выглядеть, так, ну, вот, смотрите, я включаю все, и у нас вот шоколадная картинка, с желтыми полосками на синем фоне, вот, я быстренько сейчас загружу тест техпарагона, вот, все у нас программа загрузилась, видите, вот, замигала эта лампочка наша, и запускаем, и вот, видите, теперь все у нас показывается по-человечески, вот, и теперь у нас красный свет стал красным светом, зеленый – зеленым, синий – синим, и белый – белым, вот, это сейчас память проверяется, вот, поэтому я, в принципе, очень доволен результатом, получилось, что хотели, машину запустили, и давайте загрузим игрушку Йети, посмотрим, как же она выглядит, должна, наконец-то. Поскольку у меня воспроизведение идет со звуковой картой компьютера в очень хорошем качестве, я сделал скорость выше стандартной, и здесь не проигрывается дублирующий блок, то есть вся программа загружается блоками, и в записи монитофонной, ну, как она должна быть, каждый блок два раза записан, если ошибка при первом чтении, она исправляется при втором чтении этого блока, здесь у меня нет дублирующей, и с повышенной скоростью, поэтому игра, которая грузится, там, минут 5-6, она здесь влетает, у меня буквально, там, за 2 минуты. Ну, в общем, я ускорю, давайте, этот процесс, не буду там томить. Вот оригинальная игра для Вектора, 88-го года. Слышите, это шикарный звук. Ну и вот игра, смотрите. Класс. Видите, экран немного смещен, я не знаю, что там нужно крутить, чтобы его вернуть, но у меня это вполне устраивает, то, что там бордюр съехал, бог с ним. Тут еще и монитор 16, где, видите, не совсем стандартный. Ну, в общем, да, в идеале, все это должно загружаться с колода, или, если вообще очень повезет, жесткого диска, который будет там в виде флешки какой-нибудь у нас подключен. Вот, и все это будет быстренько, с музыкой, на музыкальном сопроцессоре, и все это будет круто-круто. Вот, так что давайте продолжим мы эксперименты уже в следующий раз уже с ПЗУ, с нашим, и попробуем подключить комбо-девайс, протестировать его, и посмотреть, как все это будет работать все вместе. Так что вот теперь точно все, и подписывайтесь на канал, ставьте лайки, лайки ставьте, и до новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok